Музыка Жители Одинцовского округа получили уникальную возможность прикоснуться к прекрасному. В Успенском доме культуры с успехом прошел спектакль для школьников, что рассказал Гоффман или приключения Щелкунчика. В этом году мы даем 10 концертов в Московской области, после этого отправимся в октябре в Межгородскую область. Так что по различным регионам будем ездить и цели две – возрождение традиции нашей великой культуры, золотого века нашего и поддержка талантливых молодых музыкантов. Показ спектакля состоялся в рамках проекта «Время Чайковского» – музыкального салона «Классика рядом с домом», приуроченного к 180-летию Петра Ильича Чайковского. Петр Ильич Чайковский для нас – это не только композитор, дирижер, он для нас является символом нашего культурного уровня, культуры России. В Московской области проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского фонда культуры. Да, такие мероприятия в области культуры, они, конечно, важны для округа, для области, но в первую очередь они важны для наших юных зрителей, у которых сейчас формируется любовь к классике. И уверен, что сегодня вот это первое знакомство пройдет в такой хорошей душевной атмосфере. Зрителям спектакль пришелся по душе. Ребята прониклись игрой музыкальных инструментов, утонченным танцем артистки балета и игрой ведущего, который до конца держал внимание зала. На сцене так хорошо танцуют балерины, я в восторге. А скрипка и фортепиано так зенят, что... Когда я слышу такую музыку, можно успокоиться, ну, как-то сделать хорошую, ну, расслабляющую позу и слушать эту мелодию, ну, спокойствие. Подрастающему поколению необходимо прививать хороший музыкальный вкус, уверены авторы проекта «Классика рядом с домом». Достояние Чайковского – один из инструментов достижения этой цели. Валерия Бадогина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».